в телеграм-канале сожалению я уже тут много на выставляла чего вот я хотела вот нашла значит смотрите тут скриншот ребятики вам меня видно слышно всю жизнь выбираться всю жизнь вы можете быть вот либералом потому что эти мигранты они голосуют всегда за демократов почему потому что демократы их обещают легализировать либо демократы им дают бабло кредитные дебетные карточки с баблом они им дают уже сейчас вот те кто пролез через дырку я вам сейчас кстати тоже не переключайтесь расскажу прикольный случай из моего опыта уже переводчика медицинского только что мне попался пятницу человек который сидит сейчас на границе в обезьяннике он перелез через границу русскоязычный не знаю украинец или русский наверно украинец и он сидит в обезьяннике уже месяц я вам расскажу ему звонил адвокат и мне заставили переводить это было ну хохма то есть это уже я наконец припасу уже вот под конец вам про как относятся с этой миграции к паспортным делам да то значит ну мы сказали нью-джерси не мексика нью-йорк северная каролайна орегон пенсильвания вермонт вашингтон округ колумбия то есть все вот эти во что и восточные штаты так называемый из кост в том числе где живут всю жизнь выбираться всю жизнь вы можете быть вот либералом потому что эти мигранты они голосуют всегда за демократа почему потому что демократы их обещают легализировать либо демократы им дают бабло кредитные дебетные карточки с баблом они им дают уже сейчас вот те кто пролез через дырку я вам сейчас кстати тоже не переключайтесь расскажу прикольный случай из моего опыта уже переводчика медицинского только что мне попался в пятницу человек который сидит сейчас на границе в обезьяннике он перелез через границу русскоязычный не знаю украинец или русский наверно украинец и он сидит в обезьяннике уже месяц я вам расскажу ему звонил адвокат и мне заставили переводить это было ну хохма то есть это уже я наконец припасу уже вот под конец вам про как относятся возле сайта эмиграции к паспортным делам да то есть значит ну мы сказали Нью-Джерси Нью-Мексика Нью-Йорк Северная Каролайна Орегон Пенсильвания Авермонт Вашингтон округ Колумбия то есть все вот эти восточные штаты так называемые из кост в том числе где живет бабичев там не нужно никакого удостоверения личности кто сегодня на стриме у бабича сказал что я тупая которая не разбирается вообще в штатах которая не может все знать знаете мне много знать не надо можно зайти просто на любую как бы информационные веб-сайты там все прочитать принципе про все штаты написано нигде не написано что нужен паспорт вы видели вот вам на русском языке написано вы видите что где-то написано паспорт нет а вот где конкретно живет бабичи там написано что достоверение личности не требуется это было давно так и почему потому что вот эти либеральные штаты они пытаются разрешить всем вот этим вот нуждающимся слоям голосовать а и нуждающиеся слоя все свои всегда голосуют за демократа потому что демократы призывают давать больше социальных проблем то есть программ то есть демократы покупают голоса в то время как республиканцы говорят давайте экономику поднимать давайте из китая работы назад переведем давайте допустим там ночь построим какие-то заводы давайте сократим долг давайте то демократам на это наплевать они здесь сидят не для того чтобы улучшить жизнь в америке они сидят чтобы свою задницу держать в правительстве для этого им нужно выбираться все время чтобы все время выбираться нужно чтобы за них голосовали чтобы за не голосовали нужно чтобы было очень легкий доступ голосованию они выходят на они говорят да сделаем америку снова велика они не говорят давайте поможем нашим ветеранам детям школам и так далее Они говорят, голосуйте за нас, мы вам дадим бесплатно, откроем для вас стены, вы через стены пройдете, мы вам дадим бесплатные карточки, мы вам дадим в отелях вас поселим, со школы выгоним детей американских, вас поселим в школах, отели заберем у Трампа и поселим вас в трамповских отелях, и за это будет платить налогоплательщик. Мы будем ваших детей кормить, поить, роды бесплатно вам будем проводить, кстати, уже роды во всю Калифорнии оплачиваются всем этим нелегалам, через забор перележимым, уже оплачивают полностью роды, питание для детей, все-все-все, вот я как со своей работой переводчика медицинского уже столкнулась с этим. Вот, и второй вопрос, почему вот, значит, вот этот вот Бабичев, да, с Владимиром, Владимир сказал, что, ну, эти же вот мигранты, которых запускают миллионами, да, они же каким-то путем влияют на выборы. И Бабичев сделал большие глаза, и он, ну, а как, во-первых, они не могут голосовать, мы уже убедили, что могут, да, то есть, нету никакого идеи, не надо приносить. То есть, 20 миллионов, допустим, вы запустили, вот вы, вы Байден, вы запустили 20 миллионов. Есть данные, что самый большой, самый большой разница между президентом, демократическим и республиканцем был при Рейгане, был в пользу республиканцев, за которых предоставлял Рейган, и была разница 17 миллионов. То есть, если у вас есть 20 миллионов, и эти 20 миллионов голосуют за вас, вы всегда будете выигрывать, всегда, потому что сколько бы американцев, то есть, если, допустим, голосовали бы там 50 на 50, там демократы с республиканцами, они притаскивают 20 миллионов нелегала, запускают их в Штаты, где, оказывается, не нужно никаких удостоверений для голосования, да, и они начинают голосовать. Вот, они идут, я вам показывала, не на прошлом стриме, а на позапрошлом стриме, где было написано, кто запускает мигрантов через границу, кому это выгодно. Там я показывала видео, да, Fox News показывает, что они идут через джунгли, там, Колумбии, в Мексику, на границу Мексики с Техасом идут, и у них там, их там тысячи идут, этих, значит, мигрантов, и у них футболка Камала Харрис, Джо Байден, и их спрашивает журналист, за кого вы будете голосовать? Он говорит, Байден, 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 их там куча, тысячу стоят, и они, Байден, 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 то есть, понимаете, Байден им говорит, вы идите туда, мы вам дадим и то, и то, и то, мы вам по-быстренькому, быстренько мы вам дадим документы всякие разные, мы вам оформим, Social Security вам сразу через неделю, вы через границу перелезли 24 февраля, 2 марта вам пакет уже с документом во Флориде приходит, это с моего интервью социальной службы, смотрите мое предыдущее видео, как я начала работать в США, в России, там я рассказываю этот случай, как там социальные службы выдают документы и полностью все, медицинскую страховку, все-все-все, и деньги, вот этим вот, которые перелезли через стену, через буквально там неделю, как они попали в Америку. Да, вот, то есть, это раз, второй, есть интервью Такера, Такер говорит, что вы должны, многие американцы не знают, вот Бабичев в том числе, потому что Бабичев не смотрит американские каналы, американские новости, он смотрит только рулетку, все, у него, наверное, все новости он узнает про рулетку, вот, значит, Такер говорит, что большинство американцев не знают и не понимают, как работает вообще система, голосование США, то есть, чтобы пойти в Сенат или в Конгресс, там за определенным количеством людей закрепляется сид, это сиденье, да, то есть, место сенатора или конгрессмена за одного, за определенное количество людей. И вот столько-то у вас людей, на такое количество людей полагается сенатор или конгрессмен. Вот, допустим, вы запустили 20 миллионов людей, которые хотят быть демократами, и они говорят, мы будем голосовать за Байдена, и они себя записывают на голосование, что мы за демократов. Они говорят, так, значит, за демократов еще 20 миллионов, значит, на эти 20 миллионов нам положено еще 25 мест в Конгрессе и, например, там 35 мест в Сенате. То есть, это дополнительное количество демократов, которые сядут в Конгресс и сядут в Сенат. На данный момент у нас там очень маленький процент, что республиканцы выигрывают в Конгрессе, и меньшинство республиканцев в Сенате. То есть, там обычно, там должно быть 50 на 50, и 51 голос, это может вице-президент, Камала Харрис, демократка, которая, она, соответственно, будет каждый раз перетягивать 51 голос, будет идти в сторону демократов. То есть, и так сейчас в Сенате меньше, но если они вот эти количество людей до выбора в ноябре, они их пересчитают и скажут, у нас столько-то миллионов людей, они все за демократов, значит, это демократические дополнительные сидения, они будут требовать. Нам, у нас добавилось людей в США, значит, нам нужно добавить еще дополнительно там 20-30 мест в Конгресс и в Сенат. Если они эти места добавят, вы знаете, у республиканцев шансов ноль. И на голосовании за президента, вот как и сказал Такер, самая большая разница была в пользу республиканцев, это было 17 миллионов, когда 17 миллионов больше проголосовало за Рейгана. Это в истории США самый большой был разрыв. И если вы сейчас заведете 15 миллионов, 20 миллионов мигрантов, которые будут голосовать, как вы видите, без всяких удостоверений личности, Бабичев, ну как можно сидеть и на голубом глазу врать, что надо только с паспортами голосовать, когда у него конкретно в штате, в Нью-Джерси, вообще никаких документов не надо для голосования. Вы с улицы шел Вася, зашел, а они, знаете, они могут сказать, а вы приходите на выборы, голосуйте за демократов, а мы вам дадим талоны на питание дадим. Или все, кто придет, мы вам дадим там 100 долларов. Вот раньше так и было, когда вот освободили вот черных после вот этой вот гражданской войны в США, вот так вот их заманивали партии к себе. Мы вам дадим там буйвола, мы вам дадим там 5 акров земли, вот это вот, они все время вот этих вот несчастных, там обездоленных, они вот покупают их голоса. Мы вам дадим, вот мы студенческий долг спишем всем, мы вам всем спишем студенческий долг, потом мы вам всем дадим какому-то социальное жилье, мы вам всем дадим прибавку к зарплате. Мы сделаем так, что зарплата будет минимально 50 долларов в час, минимальная зарплата. Сколько тогда будет гамбургер стоить, если будет 50 долларов в час зарплата, сколько будет стоить чашка кофе? 100 долларов что ли, или сколько, понимаете? То есть они вообще несут нонсенс, который просто убьет экономику, и эти бараны идут, такие как бабичек, идут и голосуют, вы понимаете? Так, ребята, давайте уделю внимание чату на секундочку. Зачем наши блогеры тратят внимание на кто бабичек? Ну вот потому, потому тратят, я не могу молчать, ребята. Это же, видите, у Владимира 200 тысяч подписчиков. Я не знаю, это чудо таджикское, оно на свой канал подцепило это видео или нет? Наверное, я бы не удивилась, если бы он и не подцепил. Либо он его туда поставил, ну, наверное, знаете, там, ну, с обрезкой какой-нибудь, чтобы не позориться. Но это 200 тысяч тот человек, 200 тысяч у бабичева человек, это полмиллиона. Это только их подписчиков. А если они заширили туда-сюда, вы понимаете, вот такая вот ложь, вот такая вот, ну, вранье полнейшая, полнейшая некомпетенция, да, во всех вопросах, оно разносится по интернету. Его вот это вот, а они потом украинцы возьмут, вот это вот нарежут и скажут, увидите, у бабича сказал в Америке там только с паспортами, а вот у вас там мордори, у вас-то там не так или не сяк, понимаете? Надо разоблачать. Я надеюсь, что, когда я это видео потом в записи, ну, поставлю, пожалуйста, распространяйте, потому что, ну, 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 вообще, ну, такое вранье. А бабичев же тут эталон, эталон же американца, понимаете? Кто еще у нас? Валера с Вегаса, ну, у него гораздо меньше подписчиков, его каналы вечно блокируют. А одного бабича не блокируют. Уже 250 тысяч, кроме меня, ни один человек страйк ему не кинул, ни один, я только была единственная, которая ему кинула страйк. Все сидят, лижут ему заднее место. Он же американец, ооо, вестник демократии, разговаривается всеми с пренебрежением, такой, знаете, такой, я тут крутяк в Америке сижу. Америка уже, извините, скоро он будет долларами туалеты обклеивать. Этот бабичев будет долларами, я вам говорю, он будет долларами обклеивать туалеты. И потом будет на коленях стоять и просить, чтобы ему Россию упустили гражданство, ему дали, левизу. Так, проще говоря, гастарбайтер, да, да, да. Ну, гастарбайтер, да, мастера, мастера, начальника, начальника, да. Трамп может опять проиграть. Конечно, конечно, Трамп может проиграть в том-то. Вот об этом спор же был у Владимира с этим Небабичевым, да. То есть я вам повторяю, что фамилия у Бабичева не Бабичева, у него совсем другая фамилия. Он, видимо, по жене Бабичев. Вот, Владимир это и пытался на этом видео доказать, что, как бы, то, что запускает такое количество мигрантов через ворота, вы же, вы что делаете, ваши выборы же будут, ну, вообще, ну, недействительны. А к этому идет, если такое количество будет нелегалов, им разрешают голосовать, да, то, соответственно, что, шансов, шансов у республиканцев не будет никаких ни за президента, ни набрать вот эти места в Сенате и Конгрессе. То есть они к осени, до осени, они пересчитают. Ага, ага, к нам приехало в Нью-Йорк столько-то миллионов. Ага, приехало там в Нью-Джерси столько-то миллионов. Там, знаете, еще их отправляют в штаты, где спорные. Вот была Джорджия, была вот эта, как по-нашему, ну, Джорджия, да, по-моему, так она есть, штат. Вот Джорджия был спорный штат, там было вот почти там один к одному. Потом был штат, по-моему, в Колорадо, было очень близко. Вот было там три или четыре штата, было очень близко, что между Трампом и этим Байденом. Поэтому они могут отправить миллионы. Миллион туда, миллион сюда, понимаете, миллион за Байдена, это все, это достаточно. Там была разница, я вам скажу, 10 тысяч человек. Там в некоторых штатах было, ну, как они, конечно, сказали, что там были бюллетени какие-то подсыпаны, да. То есть это мы даже не говорим, а в системе голосования по бюллетене, да, то есть по почте. То есть по почте, извините, вообще эти бюллетени нашел или в интернете там, ты наклацал что-то там, да. То есть если нет системы, что ты действительно должен прийти с паспортом и с фотографией, а этой системы нет. И Бабичев гун, врун, некомпетентное, полное ничтожество, которое просто гонит. И просто вот хочется, что за вот эту вот ложь, которая распространяется, настроение было, 5, 5, у него там 5 чем-то, когда мне вот сказали, что он там про меня опять несет, у него было 5 тысяч там 600 или 5 тысяч 700. Ты понимаете, а потом он нарежет, это все еще тысячи людей просмотрят. Так вот разница между Трампом и Байденом в некоторых штатах была 10 тысяч человек. А представляете, туда берут миллиончик, отправляют. Все, все, это 100% это будет победа Байдена в этом штате. А у нас же знаете как, у нас победа по штатам идет. То есть вот сколько штатов проголосовало, они смотрят, этот красный там, этот синий. И вот они смотрят, сколько больше штатов должно проголосовать за одного кандидата. Тогда этот кандидат выигрывает. Поэтому, а как кидать страйк? Ну, наверное, страйком вы не сможете кинуть, если у вас нету контента с Бабичевым совместным. Можно только жалобу. Можете пойти, вот показываю, вот идите, например, на канал, да, вот на примере Владимира покажем, да. Вот тут должна быть стрелочка. Так, сейчас я зайду на этот, ты-ты-ты. Вот сейчас мы зайдем на YouTube, на любой канал. Вот YouTube. Сейчас я вам покажу, как жалобы. Можно жалобы кидать. Вот, например, мы, значит, открываем тот американский такой, какой-то канал, не важно. Teams. Вот здесь вот в верхнем углу должны быть точечки, в которых... А, нет, не тут. Вот, вот внизу под видео точечки, вот такие три точечки. Нажимаете на эти три точечки. И здесь написано report. Ну, по-русски будет, наверное, доложить или... Ну, я по-английски, к сожалению, смотрю, у меня браузер в английском. Да, вот report вот этот, нажимаете report, и вам выйдет, за что вы жалуетесь. Я бы вот сказала про бабичу misinformation, да, misinформация. То есть, или там у вас будет написано неверная информация или неправильная информация. Вот, если вы считаете, что он врет, и он говорит неверную информацию, вот misinформация можно, например. Потом, если он там на русских наезжает, да, говорит, там, русские там напали на Украину. Вот hateful content тоже можно, violent content. То есть, он призывает, ну, говорит, что правосильного там такое какое-нибудь. Да, то есть, вот из таких вот каких-то вариантов, ну, на русском вы будете делать, вы увидите на русском список. Выбрали, например, информацию и нажимаете следующее, да. Вот, и все, и, ну, значит, пошла жалоба. Если будет много жалоб, то, соответственно, он будет получать. Но пока я так поняла, что кроме меня никто на вот эту вот ерунду и вранье Бабичева, никто не жалуется. Такое впечатление, что я только единственная, наверное, в этом мире, которая его ловит за руку, да. И, ну, вот Владимир тоже, да, как бы он его поймал. Ну, он его показал, то, что Бабичев гонит. Но тут он не смог доказать, то есть, у него не было доказательств. Я вам показываю конкретно вот доказательства. Дальше давайте пройдем еще тут какие-то доказательства. Значит, вот опять я, это тоже американский сайт. Называется WaterID Requirements USA.gov. USA.gov, то есть, это правительство США. Я перевела на русский. То есть, не пугайте, что это на русский, вы там, не уже, мой молодец этот, как его. Вот, видите, www.usa.gov. Это правительственный веб-сайт. Бабичев, и твои вот эти вот все идиоты, которые у тебя там, с тебя смотрят. Вот даже написано требование к удостоверению личности избирателя, да. Написано, что каждый штат устанавливает свои собственные правила. Мы уже просмотрели эти правила, да. Вот, и тут вы даже сейчас вот особые правила удостоверения личности для некоторых впервые голосующих. Вы сейчас упадете. Например, можете принести текущий счет за коммунальные услуги. Какой паспорт! Какой паспорт! Допустимые формы удостоверения личности. Ребята, это вам не мордор в России, где подделывают голоса. Это вам не мордор в России. Это вам, светоч демократии, допустимые формы удостоверения личности, которые вы можете предъявлять при голосовании. Они включают, например, текущий счет за коммунальные услуги. Понятно? Взяли счет с бабушки, со свет, с электричеством на заводы понесли. Банковская выписка. Может быть, какая-то государственная проверка, даже, может быть, граунт какой-то. Зарплатный чек можете принести. Ваш это чек, не ваш. Откуда знают? На чеке же нет вашей фотографии. Вы понимаете? То есть, вы можете принести чей угодно чек какой-то, и вы скажете, что это вы. Документ государственного образца, в котором указано ваше имя и адрес. Ну, то есть, это может быть, конечно, и паспорт, а может быть и просто обычные водоводительские удостоверения. Вот, где вы удовлетворите, удостоверение личности с фотографией, текущий счет за коммунальные услуги, банковские. Это вы представляете? И можно вообще без ничего. То есть, если у вас нет формы удостоверения личности, которую запрашивает ваш штат, вы все равно можете проголосовать. Смотри, процедуры голосования без удостоверения личности. Бабичев, Бабичев, тебе не стыдно? Вот тебе не стыдно вообще? Хорошо, ты английский не знаешь, но можно же перевести Яндекс.Переводчик для ваших услуг, пожалуйста. И вот это вот Бабичев с этим вот таким вот мирским евреем, которые с ним, значит, зашли, сказали, что это блогерша, она тупая. Передайте ей, что она тупая, потому что она и не может знать, что там в каждом штате происходит. Могу, потому что я умею читать. И даже не надо читать на английском, нужно просто прочитать на русском. Ай, я не могу. Предварительные бюллетени для голосования на предмет несоответствия имени и адреса. Ну, тут уже такое. Там, это если вы в брак вступили, меняйте. Ну, тут не важно. Тут уже важно то, что достаточно вам принести банковскую выписку или текущий счет за коммунальные услуги. Так, дальше читаем. Куда лучше кинуть жалобы? Я не смотрю даже этого Жапичева. Ай, я не смотрю Жапичева, но вижу, что он сплошной дезинформацией. Ну, страйк кидается на Ютубе, я вам показала. То есть, заходите на это видео, которое вы считаете, что он в этом видео говорит неправду. Либо он страну оскорбляет, либо он людей оскорбляет, меня, например. Либо он там про какие-то права сильного говорит. Или он говорит с информацией, что Россия там напала, что-нибудь такое. Вы имеете право подать жалобу. Страйк вы не можете кинуть, только человек может кинуть страйк, который контент якобы украл. Например, если мое даже было с ним совместное видео, но я первое запостила. А знаете, в Ютубе кто первый, то в тапке. То есть, он может говорить, что это его видео, я говорю, что это мое видео. Но я первое запостила, я могу страйк кинуть. И Ютуб это позволяет. То есть, пускай он докажет, что он не у меня его забрал это видео, я-то первое его запостила. То есть Бабич, он даже не знает такие элементарные правила, я знаю все, я знаю судебную систему США, потому что я сама лично судила многих там строителей, когда я строила дом, с Ютубом я все знаю, все правила, я, может быть, сейчас не занимаюсь, но было время когда-то давно, я как бы занималась Ютубом давно уже, а потом они что-то там стали мало платить, я забросила, но я знала все правила, поэтому я просто очень знающий человек, со мной очень сложно будет Бабич возиться, бороться, что-то со мной делать, потому что я могу его вот так вот, вот так вот, так, дальше, вижу из этого видео, что вы, ага, смотрели, даже я могу приехать в США и проголосовать, да, да, так и только главное не вздумай ехать по визе, ты обязательно через дырку в заборе, а вы слышали же, да, новости, что мало того, что дырка в заборе, скандал разразился, потому что выяснилось, что этот наш бидон, он самолетом привез 320 человек, он самолетом привез, вы не слышали про это? Сейчас я вам покажу, вы упадете, это, 320 человек бидон запустил, это самое, самолетом, ну вот этих вот мигрантов, представляете, для того, чтобы, значит, вы не мучились, там через границу не шли, на границе не сидели, то я вас запущу, значит, это, так, сейчас на английский переведем, секунду, ребята, я не хотела, но не планировала, тогда немножко тема отвлеклась, но как бы пошло по телу, 320 тысяч мигрантов в США, вот Илон Маск 4 дня назад возмущается по поводу вот этих 320 тысяч мигрантов, которых через границу привезли. Так, это у нас, сейчас мы переведем для Байдена, с целью доставки 320 мигрантов в США. Цитирую, закладывают основу для чего... Я повторяю, что вот наш вот этот искусственный интеллект в Яндексе, он не переводит почему-то тысячи, то есть не 320 мигрантов, а 320 тысяч мигрантов, вот смотрим. В посте на X он добавил эту цитату. Это всего лишь вопрос времени, когда произойдет еще одна террористическая атака. События такого масштаба происходят на территории США. Он утверждает, что администрация Байдена импортирует избирателей и удвоил свою позицию в последующем твите, где он говорил об идентификаторе избирателя требования или их отсутствия. Идентификация избирателей была под пристальным вниманием в преддверии дня выборов, когда республиканцы призывали к реформе выборов. Но демократы говорили, что это неконституционно, чтобы выполнить требования к удостоверению личности с фотографией. В 36 штатах требуется та или иная форма удостоверения личности избирателя, в то время как в 14 штатах, включая Нью-Йорк и Калифорнию, не требуется никаких документов на избирательных участках. За последние 12 месяцев по меньшей мере 320 мигрантов были доставлены самолетами в 40 тысяч мигрантов из американских аэропорта. Сообщается, что эти рейсы являются частью противоречивого приложения президента Байдена для таможенного и пограничного патрулирования. Также известное как CBP-1, приложение позволяет нелегальным мигрантам подавать заявление на условно-досрочное освобождение, прежде чем отправить. То есть, вам даже не надо уже идти через Мексику переходить, вам не надо никуда идти. Есть страны, куда вы... приложение выпустила, администрация Байдена выпустила приложение в телефоне. Вы в телефоне уже подаете заранее заявку, что я хочу, значит, импортироваться в США. Вы приходите туда, где самолеты, вас бесплатно садят в самолет, вас летят, летят через границу, летят. И вам не надо ни проходить через вот эту стену, вам не надо ни через дырку лезть, ничего. Вам надо просто с таким приложением, вы уже легально сразу прилетаете в США легально. Это в США. Место положения может иметь серьезные последствия. Илон Маск открыто выступал против слабой пограничной политики Байдена. Особенно после того, как он посетил Eagle Pass, штат Техас, в сентябре прошлого года. Во время своего визита он сказал, что был свидетелем того, как некоторые экстремальные личности пересекали границу США, включая мужчин с вытатированными на лице каплями слез, указывающими на то, что они совершили преступление. Убийство. После того, как бруклинская средняя школа закрылась на день для размещения мигрантов во время ливня, Маск также предупредил, что мигранты придут за следующими будут ваши дома. Ну вы попоняли, да? То есть, мало того, что... В США более 320 нелегальных мигрантов. В своем посте в социальных сетях Илон Маск раскритиковал администрацию Байдена после того, как они признали, что перевезли в США более 320 нелегальных мигрантов. Маск обратился к своей платформе Икс и сказал, что администрация президента, цитирую без кавычек, импортирует избирателей и создает угрозу национальной безопасности, тайно допуская нелегальных иммигрантов в США. Ну вы спросите у Бабича, он про это знает или нет. Комментарии я ржу. Давайте выберем Джо Байдена через госуслуги. Да, мастер, отлично. Артем, едем толпой, голосуем за майора Байдена. Штаты заслужили товарища майора. Ну раз Владимир Владимирович сказал, что Байден нам больше подходит, будем за Байдена голосовать. За Байденка. Байденка завозит свой электорат самолично. Так за счет каву самолеты летают. Поэтому, представляете, не надо лезть через дырку в заборе, вас на самолете первым классом привезут. Американцы наш братский народ, мастер пишет. Давайте выберем на выборах США Владимира Путина. Сохраним дружбу с Китаем. Через госуслуги голосуем за братский народ. Выберем хорошего президента американцев. Так, дальше, значит, смотрите, тут что я хотела показать. Это, значит, одно. Но тут они, значит, Нью-Йорк, Нью-Йорк-Сити придумал, что этот же вот Байден, этого Бабичевского, да, Бабичевского, вот этот вот сейчас мы тоже разберем момент. Они, значит, тут пытались в Нью-Йорке разрешить нелегальным, ну, мигрантам, короче, мигрантам голосовать. Но уже официально. Не то, что, знаете, как вот это вот, ну, типа, ну, вроде как они не могут, как Бабичев сказал, но они не могут, они должны быть гражданами. Но как раз вот в Нью-Йорке они хотели это дело организовать официально. То есть давайте официально, вам не надо даже придумывать, что вы типа того, что вы, ну, тут находите в стране, да, ну, на самом, на правах на нужных. Давайте мы просто вообще им разрешим просто так. И вот смотрите, что тут начался скандал. То есть, значит, Нью-Йорк это объявил, что мы пытаемся провести закон, что мы разрешим Нью-Йорке этим несчастным людям вообще голосовать по полной программе, голосовать не хочу. Я узнал мистера Беркина из Оклахомы, который был здесь пять минут назад. Спасибо вам, мистер председатель. Спасибо свидетелям. Я думаю, все мы знаем, что мы переживаем кризис на нашей южной границе. Я думаю, если притвориться или посмотреть на это со стороны, а не просто руководствоваться здравым смыслом, реальность такова, что, как сказал мэр Нью-Йорка, наше сострадание в этой стране безгранично, но наши ресурсы это не так. У нас дефицит бюджета составляет 2 триллиона долларов. И я поражен, что некоторые люди в ответ говорят, ну что же, давайте просто дадим Нью-Йорку и этим густонаселенным городам больше денег. Откуда? Как откуда? Бабичев сказал, что напечатаем. Вот дальше же тут он начал поговорить с ним, Владимир, про деньги. Бабичев сказал, что печатать будем. Сколько хотим, столько и напечатаем. Смотрите. Ну, сильно много, опять же, сильно много, я надеюсь, ничего не поменять. Потому что если будут серьезные перемены, это может грохнуть не только по США, но и по всему миру. То есть, может, если сильно начать рубить все, то можно так до гражданской войны все дорубить. Но такие изменения начнутся. Хотя бы, если он выполнит обещание остановить вот эту войну между вами и украинцами, это уже прекрасно будет. Не лезть потом в другие места, это тоже будет прекрасно. Замириться как-то с этими хуситами, потому что их, чтобы победить, до меня не давит. Ну, как сказать, ну, вы считаете, до бесконечности можно его наращивать? Вот, 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 смотрите, вот тут Владимир с ним сейчас про доллар заговорит. Вот, давайте. С 3 триллиона, и что, меня не давит. Бабичева не давит. Триллионы долларов долга, Бабичева не давит. По-моему, отрицательная сальдо торгового баланса... Так, сейчас пройдем в этот момент, где он... Будем жить дружно и торговать. Я, например, за это двумя руками. Ну, вот с торговой это как раз не очень выходит. По-моему, отрицательная сальдо торгового баланса США составляет, по-моему, полтриллиона долларов в год. Ну, еще у нас внешний долг, по-моему, 33 триллиона, и что, меня не давит. Ну, как сказать, ну, вы считаете, до бесконечности можно его наращивать? Просто темпы... Темпы роста этого долга, они ведь тоже растут? Сейчас по 2 триллиона в год. Ну, то есть, в какой-то момент, как считаете, это... Понятия не имею. Понятия не имею. То есть, просто не думали об этом, да? Не думаю, а что я... Скажите, а о чем понятие имеет Бабичев? Он вообще о чем-то имеет понятие? То есть, только что он на голубом глазу втирал Владимиру, что без паспорта вообще, кажется, нельзя голосовать. Оказывается, как раз таки в его штатах можно голосовать вообще без ничего, без любого документа. Теперь он говорит, ну, мало ли, что там триллионы долларов мы печатаем каждый день. Да еще кого волнует? Вообще никому не волнует. А то, что я не буду думать, да. Подумал, подумал, пришел к выводу. И что? Мне у Пелевина понравилось, как об этом сказано. Мы, говорит, наращиваем государственный долг. Лучшие экономические умы, лауреаты Нобелевской премии уверяют нас, что так можно продолжать бесконечно. Но, говорит, в какой-то момент у нас начало закрадываться подозрение, что они так говорят, чтобы получить Нобелевскую премию. Ну, опять же, жить в долг, ну, я не знаю, как-то. Я не знаю, ну, живем же как-то, черт его знает. Ну, живете, пока весь мир готов оплачивать этот долг? Ну, а куда он денется? Ну, в какой-то момент. Ну, в какой-то момент, там посмотрим, там будем что-то делать, наверное. Вы знаете, когда в какой-то момент Бабичев проснется и осознает, что доллар уже не нужен никому, и он сидит с всякими бумажками, да, даже не с бумажками, а с цифрами в банке, то мне жалко Бабичева, у него даже не будет, это хоть рублями можно было советскими обклеивать, там, допустим, что-то там, стену можно было обклеить. А вот этими цифрами на банковском счету у Бабичева, ими даже не обклеишь туалет. То есть, все, что он работал, то есть, понимаете, вот объясните мне, как можно быть таким безответственным, да, то есть, у человека есть дети, у человека есть жена, он там все-таки что-то там работал, кем он там не работал, гастарбайтером на стройке, насяльника-насяльника, или кем он там работает, я не знаю. Но какие-то сохранения у тебя же есть, да, сэйвингские, то есть, у тебя на счетах какие-то деньги, а тебя зависят дети. Вот почему я все время смотрю все новостные экономические каналы американские, то есть вот только вышел новостной какой-то канал, я подписана на блогеров, самых крупных финансовых аналитиков американских, я смотрю прямо в оригинале эти видео, как только они вышли, потому что я переживаю за доллар, я понимаю, что Бадычев не переживает за доллар, я переживаю. Я почему приехала, купила недвижимость в России, потому что я осознаю, что эти доллары, они могут быть какой-то, причем в любой момент, не то что там через год или через два, это все может просто превратиться вот так вот в пух, в пыль, мы тем более прожили 90-е, понимаете, уже, как говорится, тебя все граблями уже раз стукнули по лбу, неужели ты второй раз не можешь, ну, тебе надо второй раз еще стукнуть по лбу этими граблями, ты уже раз со советскими рублями клеил туалет, ты хочешь американскими долларами поклеить, понимаете, то есть человек сидит, и он даже, он такой, ну, я даже не знаю, все уже аналитики американские говорят, что эта пирамида до такой степени дошла, Владимир сказал, что триллион там в год уже, нет, сейчас триллион в три месяца печатают, в три месяца триллион, понимаете, в Америке уже нет налогов столько, чтобы просто выплачивать процент, то есть чтобы обслуживать этот долг, который они продают, а куда деньги идут, кому не печатают, на Украину, на военные нужды, номер один, теперь Израиль началовать, Израилю давайте дадим, нашим всяким ЛГБТ там дали им надо, всем там на смену пола надо, мигрантов 20 миллионов запустили, им надо всем дать медицинские страховки, вы понимаете, если вы уже 34 триллиона, у вас уже долго, вы сколько будете печатать, понимаете, и бабичу такой, ну, берут же, то есть я считаю, что, например, тот же рубль, он гораздо стабильнее, то есть рубль действительно подкреплен ресурсами, которые есть в стране, американский доллар, он был всегда подкреплен только американским военным флотом, теперь этот флот, извините, хуситы, да, я не хочу это слово говорить, начинается на хе, заканчивается на еты, хуситы уже, эти корабли, значит, американские там и британские, уже они их этот, подрывают, да, то есть корабли, авианосцы, можно также подрывать авианосцы, подохнуть, а чем они собираются защищать свой доллар, понимаете, поэтому у них вот эти все военные хрени, это все, чтобы как бы заставить людей доллар принимать, а я слышала вот на днях новость была о том, что страны БРИК, БРИКС во всю работают сейчас над валютой, которая будет на цифровая валюта, совместная, БРИКСовская, на технологии блокчейн, и она будет еще подкреплена золотом, золото начало расти, вот, бабичев, ты хотя бы свои кровно заработанные доллары, ну, хотя бы кусок земли купи, хотя бы туалетной бумаги, в конце концов, купи, ну, что там, потому что этот доллар, он будет стоить меньше, чем туалетная бумага, мне вот реально жалко всех американцев, которые сейчас сидят такие вот, как бабичев, они живут в мире вот этих вот розовых пони, голубых слоников, осликов, не понимая, что на глазах Америка разваливается, на глазах, этот доллар, он висит уже не то, что там, как Владимир Владимирович говорит, сидишь на ветке, да, и пилишь вот эту ветку, на которой ты сидишь, а тут уже взяли бензопилу, и уже бензопилой, знаете, пилин, прям уже, она висит уже на хвостике, этот хвостик может просто оборваться в любой момент, и это вот такой крах, и он говорит, сейчас он скажет, что, ну, всему миру будет плохо, ну, как бы, да, но извините, если мы будем сидеть в рублях, то нам тут будет как-то, ну, особо, ну, нас сильно не ударит, если к этому времени БРИКС еще перейдет на вот эту новую цифровую валюту, БРИКСовскую, на технологии блокчейн, и уйдут с этих долларов, я думаю, мы более спокойно переживем в России, меньше всех мы пострадаем в России, сидя в рублях, чем то, что бабичев будет в своих долларах сидеть. Я, например, против того, чтобы вообще, вот, я живу бездолго, да, например, сторонник того, чтобы жить бездолго, когда страна живет в долгу, она, опять же, ставит меня в такое условие, что в любой момент дефект может объявить или еще, вот, он зараза. Вот, смотрите, в чем сейчас проблема, в чем, почему обострилась внутриполитическая борьба в США? То есть мы, мы же раньше никогда такого не видели, вот, яростного противостояния демократов с республиканцами. Всегда со стороны казалось, что все это одно и то же, там они одним миром мазаны, а сейчас мы видим яростное противостояние. В чем проблема? А как раз вот противоречие финансистов и промышленников. То есть промышленникам, если продолжится вот это финансовое доминирование, то неизбежно погибает промышленность. Потому что при господстве финансов можно все просто покупать зарезанную бумагу и нет смысла ничего производить в США. Все это дешевле произвести где-то еще, купить зарезанную бумагу и привезти в США. Но если не станет промышленностью совсем, то, соответственно, ну, даячного ключа не будет авианос сочинить, да, вот. Соответственно, и резанная бумага потеряет спрос. Ну, из США давно промышленность выводили. И в Китай, и в Малайзии, и куда-то выводили, понимаете. Потому что, во-первых... Ну, и в какой-то момент стали подходить критично. Понимаете, Бабичев рассуждает, я не знаю, вот кто, вот эти вот 250 тысяч подписчиков. Ну, вот его смотреть как канал шоу, я согласна. Ну, вот так вот, знаете, вот так вот ковырнешь, вот так ковырнешь. У него вообще базовых знаний нет. Да, выводили в Китай. Выводили в Китай, когда в Китае, извините, там рис вот так вот ложкой хлебали, рис. Они были счастливы для американцев там шнурки вот такие с кроссовками, айфоны крутить. Но китайцы оказались очень умными. Я про это знала еще, когда я училась тогда в бизнес-школе в американской. Наш профессор, еще тогда это был 2007-2006 год, тогда наш профессор говорил, что китайцы не разрешают просто так строить фабрики Аплу, там, да, айфоны или Тесла или кому-то. Они не разрешают, они требуют блупринтс. Блупринтс это чертежи. То есть вы сначала дайте нам чертежи, а потом мы вам разрешим ставить фабрику. Те строят, дают, а тем от жадности. Жадность же, да, нам китайцы дешево построят. Давайте мы чертежи отдадим китайцам. Они штупые там эти китайцы, что они там сделают? Китайцы набирали чертежи у них у всех. Потом у них на этом Апле работают на фабрике, значит, их несобственные люди, которые работают на коммунистическую партию Китая. Те чертежи программисты, те чертежи еще там айфонов и так далее. Бэмс, Китай. То есть бабичи в тот момент, когда Китай просто там строил там 10, 20, 15 лет назад что-то там, потому что у них не было ни чертежей, ничего, это уже в прошлом. Китай. 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 Продолжение следует...